Партнер рубрики Пермский филиал Энергосбыт+. Заплати за тепло и горячую воду вовремя. Кто же все-таки такой настоящий журналист? Именно с таким вопросом на встречу с Алексеем Волиным и Алексеем Венедиктовым пришла Кристина Поспелова. И ответ на свой вопрос получила. Журналист, он, ну вот я даже записала себе в книжку, кто это свободный человек. Свободный журналист, это свободный человек. На встречу пришло более ста человек. Это не только студенты-журналисты. Среди служителей были и юристы, и историки, а также преподаватели, представители власти и просто интересующиеся пермяки. Если начинающие журналисты задавали более общие вопросы, понятильные, то народ постарше пытался вникнуть в саму суть жизни современных средств массовой информации. 66,6% акций принадлежат козву «Газпром» в виде. Считаете ли вы века Москвы свободной журналистикой? Я верю в свободную журналистику, потому что я верю в свободу выбора человека. Я верю, что человек любой свободен. У него есть свобода воли. И вот это не свобода воли на, а свобода воли. Что касается акционеров, наших владельцев, да, действительно, «Газпром» владеет 66% акций, две трети, это правда. Но при этом, если мы вспомним закон Российской Федерации, о котором мы постоянно говорим с нашими акционерами, что учредитель имеет право вмешиваться в редакционную политику. Он может вмешиваться в хозяйственную политику, это правда. А в редакционную не может вмешиваться. По закону Российской Федерации, даже все, что происходит на радиостанции, отвечает главный редактор, то есть я. Еще одной гостьей первокурсницей стала Екатерина Куликова. Она также будущий журналист. Она узнала, как должен вести себя настоящий профессионал. Надо, наверное, быть все-таки немножечко понапористей, как-то не стесняться, задавать вопросы, вступать в какие-то дискуссии. Ну, то есть быть действительно журналистом, добывать информацию. Иногда профессионалам приходится быть достаточно резкими. Если вас что-то беспокоит, вы знаете, мы с вами так в советские времена достали, тогда был хороший анекдот, когда петь-то приходит к Василию Ивановичу, говорит, что Василий Иванович, у меня Гондурас беспокоит. Петь говорит, ты его не чеши. Вот если вас что-то беспокоит, не возбуждайтесь, не чешите. Диалог с залом продолжался около двух часов. Как отметил Алексей Волин, беседа получилась достаточно живой. Публика оказалась любознательной и интересующейся. Интересует, что из себя представляют цифровые технологии. Интересует, насколько в свободных условиях работают журналисты. Интересует, кому можно верить, а кому не можно верить. Интересует, каким образом принимаются решения. Интересует, в том числе, даже вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому разговор шел как и о практических вещах, так и, я бы даже сказал, о вещах этических. Ну а как отметил Алексей Венедиктов, приятно, что вопросы были по делу. И как показывает практика, студентов по миру, в том числе и в Перми, волнуют примерно одни и те же вопросы. Цифровая история выровняла их. Не важно, где ты живешь, ты имеешь доступ к огромному объему коммуникаций с нами. Приблизительно знаний, приблизительно одинаково. И поэтому одни и те же проблемы. Они в турбулентности, они себя ищут и не понимают, как они будут в этом море выживать. Они не видят новые угрозы, а когда видят, думают, что они их переплывут. Нет, не переплывут. Они должны в них нырять. Конечно, двух часов общения было мало, вопросы остались. Ну а значит, подобная встреча обязательно повторится. Золотко и упало с неба звезда, что не загадала? Нет. Ну как всегда. Городские встречи. Именно так называется знакомая всем золотко. Песня Сергея Наговицына. Поэт родился и прожил всю жизнь в Перми. Здесь написал все песни, которые позже разлетелись по миру. И вот теперь огромный портрет Сергея украшает одной из центральных улиц города. Не стало Сергея ровно 20 лет назад. Сердце остановилось по дороге из Кургана. И все эти 20 лет его жена Инна, которая, кстати, так и живет в Перми, вынашивала идею выковечить память о певце. Первоначально планировалось установить мемориальную доску на дом, где он жил и работал. Я когда пошла узнавать про доску памятную, мне в департаменте культуры в нашем сказали, что будет 300-летие Перми. Инна, и лучше, если бы вы сделали, допустим, не доску, потому что доска это очень долго по времени, будет все согласование идти там и все. А если вы сделаете какой-то такой прямо вот проект-проект. Так и появилась идея написать портрет Сергея. Огромный портрет на весь фасад дома. Художники быстро откликнулись, средства на реализацию проекта собирали всем миром. Мне люди пишут абсолютно там из разных стран, из Америки, из Германии, из Испании, из Турции, из Франции, из всех наших бывших республик Украина, Белоруссия, Грузия, Казахстан. Настолько, ну, наш весь Советский Союз из разных абсолютно городов. Люди помнят, вот 20 лет нет Сережи, да, люди помнят, знают. И не зря Наговицына сравнивали с Есениным. Он говорил о человеческих переживаниях и проблемах, передавал настроение неповторимыми образами. Вы знаете, Сережа не был крещен, но мне уже огромное количество батюшек, вот мне написал и романах, отец Вячеслав, о песнях Сережи. Это истина, это частица мира. Ну а художники, которые создавали портрет, отмечают, что эта работа для них была особенная. Ведь с песнями Сергея у них прошло все детство. Я из детства помню его музыку, получается, его песни, но потом уже забыл, потому что перестал такую музыку слушать. И вот тут Сина познакомилась, она мне сказала про него, и она начала его слушать, и все, и вот в последнее время проект реализован, все слушаем, с друзьями где-то встречаем, всего по середине включаем, и все, слушаем его, сидим. Портрет был написан примерно за 30 часов работы. Все делалось поэтапно. Получается, делали набросок на стену с помощью проектора, потом подкодавительный этап был, закрашивали все, и в дальнейшем уже была просто реализация, то есть доработка. Перм лишилась Есениной Шевчука, но теперь у нее вновь появился Наговицын. Я все-таки к Сереге отношусь как к живому человеку, не могу сказать, что это арт-объект, вот. Но это получается, да, для жителей города это такой, как бы, ну, наверное, это символ, это, наверное, это символ, это олицетворение, потому что огромное количество людей узнали о Перми, из песен Сережиных, что он пермяк, и вот есть такой город. Вот, и для меня это, конечно, очень здорово. Также 2 декабря в ДК «Солдатова» состоится вечер памяти Сергея Наговицына. Благодаря инне и ребятам-художникам все поколения пермяков будут знать, что легендарный Сергей Наговицын жил и творил в Перми, и мы можем этим гордиться. Что делать, когда закончится мотосезон? Правильно заниматься тюнингом своих двухколесных коней. Слава, ну, давай о тюнинге поговорим, но в контексте, наверное, все-таки безопасности, какой-то практичности. Твои рекомендации? Рекомендую в первую очередь поставить защиту на мотоцикл. Самая простая защита – это дуги, либо слайдеры. Слайдеры – это такие грибочки, так скажем, из материала, который плохо стачивается трением. Ставятся они для того, чтобы при падении мотоцикл не повредил основные свои агрегаты и пластик. Тем самым ты сохраняешь крышки двигателя, то есть масло не будет вытекать после удара на асфальт, ну и ты можешь, соответственно, продолжить движение. Как известно, мотоциклисты делятся на два типа. Нет, на один. Те, кто еще упадут. На один, те, кто упадут. Те, кто упадут, да. Следующий важный элемент защиты – это защита ручек. Они устанавливаются в основном на эндуро, либо на моторды. Это такой класс легких мотоциклов, типа вот этого, которые для леса, либо для города легонькие мотоциклы. Они ставятся для того, чтобы в лесу защищать твои пальцы от веток, допустим. Либо на трассе ты едешь, защищает немножко от ветра. Ну и от камней, наверное, всяких. Ну да, камни, ветки, все вот это вот защищает. Ну и служит защитой во время падения. То есть, когда мотоцикл падает, у него до конца выворачивается руль, как правило, и вот эти элементы гасят удар. Ну и мы по конкретно этим элементам видим, что удары уже погашены. Да, видно, что ручки спасены, у нас пластик сохранен. То есть они отрабатывают очень хорошо. Еще один – это клетка. Своеобразная металлическая обвязка. Она защищает крышки двигателя, лапки, подножки. Если мотоцикл, соответственно, тяжелый, допустим, какой-нибудь круизер, либо туристический там эндуро, то обязательно ставить клетки. Потому что во время падения из-за своей массы инерции он вот эту защиту просто сомнет. Ну и вся энергия перейдет уже дальше на ножки, на крышки. Но тяжелый – это сколько? 400 килограммов? Ну тяжелый – от 200. Еще один важный момент, который влияет на безопасность – это свет. Тут тоже есть нюансы. Не нужно ставить ксеноновые лампы в фару, которая под них не рассчитана. Свет будет рассеян, и вы толком ничего не увидите, зато ослепите встречных водителей. Еще одна полезная и очень приятная мелочь – это подогрев ручек. В холодную погоду до плюс 15 реально спасает. Если руки у нас замерзли, мы не сможем с тобой тонко работать рычагами. Потому что, ну, связи уже нет такой хорошей с рулем, с рукояткой. Вот. Обогрев дает нам всегда теплые руки, всегда хорошее ощущение к органам управления. А вот громкий глушитель на вашу безопасность никак не повлияет. Не надо думать, что водители вас услышат заранее. Звук от него направлен назад, соответственно, внимание водителей впереди вы не привлечете. Ну а вообще, ухаживайте за своим мотоциклом, и езда на нем будет безопасной. Калин, приветик. Ой, привет, Сергей. Как твои дела, какими-то судьбами здесь? На самом деле, пришла посмотреть инвентарь для домашних тренировок. Угу, очень интересно. Ты же тренер, а как твои, кстати, тренинги по растяжке? Вообще, все замечательное. Девочки трудятся из последних сил, подтягивают свой рельеф, укрепляют свои мышцы, и еще и растягиваются дополнительно. Надо будет как-нибудь тоже к тебе прийти. Обязательно. Вернемся к тому, что ты ищешь. Зачем тебе домашний инвентарь? На данном этапе жизни я просто нахожусь очень часто в поездках, и хочу себя поддерживать в форме не только дома, а в спортзале, но и выбирать себе инвентарь, который было бы легко взять с собой в путешествие. Ты знаешь, я тебе расскажу одну историю. Короче, жил один такой парень американский. Звали его Рэнди Хатрик. Во время службы в подразделении мазки и котики хотел быть крепешом, но тренировочного оборудования почти не было. И тогда он с помощью поясов от джиу-джитсу, парашютных строп, придумал уникальный инструмент тренинга – петли Тера-Х. Занимаясь популяризацией своей продукции впоследствии, он уволился и открыл компанию Тера-Х и стал очень успешным бизнесменом. Интересная история. У меня к тебе предложение. Поехали сейчас со мной, и я тебе покажу, мы тебе покажем несколько упражнений, с помощью которых ты будешь в полном порядке. Давай. Привет, Зая. Привет, привет. Ну, снова у тебя в гостях. Расскажи в двух словах, как чемпионат России проходят подготовку. Все по плану, в плану в режиме никаких экстра, неординарных каких-то случаев нет. Все идет по плану, еще раз повторяю. Подробности все зрители, все наши друзья увидят на самих соревнованиях. Супер. Ольга, мы к тебе. Покажешь нам упражнение на Тера-Х? Да, конечно. Пойдемте. Женский вариант. Для каждой девушки важен низ красивый. Ягодицы красивые длинные ноги. Как раз Тера-Х тоже может предложить различные упражнения на укрепление мышц ягодиц, бедер. Мы сейчас делаем выпады на одной ноге. 90 градусов. Да, 90. Снова сгиба. Отлично. Как видите, изолированно у нас работает. Одна нога сгибай. Вот, есть. Из-за этого положения мы можем сразу развернуться. Лицом сюда. Видите, это очень тяжелое упражнение, но оно очень эффективное. Трейд можно использовать по-разному. Не только стоя, но и лежа. Мы укладываемся на спину. Стопы у нас будут ровно под точкой крепления. Мы сгибаем ножки. Согнули, разогнули. Задняя поверхность бедра полностью включается. Также пяточками убираешься на носок. Не себя. Есть. Ага. Здесь мы можем перейти всем известную планку, в том числе на предплечье. Удерживаем корпус прямыми ногами. Если данное упражнение вам пока не очень хорошо удается, можно делать проще вариант. Таз не поднимаем, но ноги сгибаем. Сергей, сегодня у нас функциональная тренировка. Начнем с приседаний. Чуть шире до постановка ног. Немного развернем носки 45 градусов. И более усложненный вариант, когда руки вытягиваются над головой. Еще один вариант приседания. На одной ноге бедро и коленный сустав мы удерживаем на одном уровне и на другой ноге. У нас отжимание пуш-апс. Здесь положение планки. И еще один вариант с приведением плеча. Вниз и оп. Снова вниз и оп. Еще один вариант хочу показать. Перевернутый спайдермен. Мы делаем выпад вперед. Отводим корпус в сторону в диагонали. Можно проработать также изолированно отдельные мышечные группы. Важно удерживать правильный угол. То есть локоть на уровне плеча. И мы стараемся согнуть. И трицепс. Отсутствие зала и оборудования – это не повод отлынивать от тренировок. Занимайтесь дома и смотрите. Железные доводы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...